здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья здесь я как всегда рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма после 50 лет и даю полезные советы которые помогли мне самой и сегодня я хочу разобрать четыре основные ошибки которые допускают худеющие на своем примере разумеется потому что я в свое время их все допускала и так сразу начнем первая ошибка это при выборе диеты чужой диеты или чужой системы вы не учитываете свое состояние здоровья и свои вкусовые предпочтения например у меня гипотериоз и я категорически не могу есть капусту я плохо себя чувствую от нее у меня повышенная кислотность и я не могу есть помидоры то есть я их не ем помидоры томатную пасту потому что у меня будет потом изжога то есть эти продукты в диете мне категорически не подходят но зато я прекрасно переношу крахмал который никому не рекомендуется на диете но мне организм его любит хорошо себя чувствует я прекрасно худею каждый день я ем бананы фасоль картошку каждый день рис каждый день то есть у меня исключений нет я считаю эти продукты очень полезными я их ем и когда человек выбирает какую-нибудь диету которая на слуху ведь мы не надо скрывать что диеты они тоже в моде вот и когда человек выбирает диету который на слуху и на которой все сейчас сидят она активно рекламируется без учета своих заболеваний то у него могут быть большие проблемы и это очень ошибочно считать что стерпится слюбится они дураки писали я потерплю я особенно это часто вижу на веганских сайтах вот часто это вижу это звучит то есть звучит это всегда одинаково у меня сыпь по всему лицу от фрукта и фрукторианства или там от строгого веганства у меня гнойные язвы у меня выпали зубы и волосы у меня слоятся ногти но я все равно буду продолжать эту систему без единого отклонения потому что это шлаки выходит это вот организм так переболеет и все снова будет у меня хорошо это роковая ошибка и как правило я последнее время очень часто читаю что люди в конце концов сдаются и переходят на нормальное питание а здоровье во многом уже не поправишь то есть это очень важно ваше состояние здоровья скоррелировать с этой диетой то есть если эта диета данная диета например жировая ныне модная диета кета диета а у вас жировой гепатоз печени или какое-то заболевание поджелудочной железы или допустим а ну что-то какая-то непереносимость жиров то как вы можете выбирать ныне популярную модную диету но она вам не подойдет вы угробить свое здоровье второе это поскольку для очень полных людей а я все-таки когда создавал этот канал я все-таки делала ставку на таких людей как я то есть я худела со 171 килограмма до 77 и я помню когда я первый раз пришла в социальные сети я помню как я одинокий кит я обращалась на разных сайтах люди но есть тут кто-нибудь хоть один у которого вес измерим с моим никого не было то есть и я была одна как перст с таким огромным весом но это было правда достаточно давно часто конечно уже времени то сейчас уже больше людей с моим весом и что я хочу сказать а что к этим людям я обращаюсь и как бы я их сначала видела своей целевой аудитории людей с очень большим весом который как я отчаялись ведь не забывайте титры моего канала я смогла одолеть эту гидру только после 50 лет но я ее одолела это того стоил лучше поздно чем никогда поэтому когда у человека большой вес он настраивается должен настраиваться на длительную дорогу это не быстрый путь вы же не хотите сбросить вес любой ценой и умереть или быть инвалидом и потом когда жизнь не мила то есть наша цель сохранить здоровье похудеть и помолодеть поэтому должен быть комфорт а что создает комфорт ваши любимые блюда к которым вы привыкли то есть ваш образ жизни которым вы привыкли поэтому я настоятельно рекомендую так сделала я поставил на зеро и выиграла и рекомендую так же сделать вам напишите в тетрадке на бумажке где угодно список ваших любимых блюд без которых вам жизнь не в радость просто потом проанализируйте состав этих блюд и измените в разумных пределах все что можно изменить с небольшим потерям качества сахар на сахарозаменитель стевиозид это не вредный сахарозаменитель я не думаю что стевиозид вреднее чем сахар вот не думаю я там жиры можно немного уменьшить и чтобы снизить калорийность и допустим что-то заменить на что-то на менее калорийные продукты и тогда эти блюда останутся в вашем рационе но вы будете как-то сказать вам будет приятно худеть а когда вы садитесь на чужую диету без учета своих предпочтений на вот систему которую сейчас на слуху то там могут быть такого рода продукты которые вы на дух не переносите просто на дух не допустим мужчина я знаю после армии не переносит перловку а допустим диете вот она есть и что же мужчина будет давиться и поэтому мой первый пункт он гласит при выборе диеты и системы учитывайте ваше заболевание и ваше предпочтение в еде пункт 2 низкая калорийность это вот прям больная тема для всех низкая калорийность мое мнение такое на этот счет человек неосознанно неосознанно наказывает себя за обжорство вот прям наказывает может быть он этого сам не понимает но суть перехода с человека с большим весом на низкалорийную диету такова ты жрал так вот теперь поголодай ты свое уже сожрал всю свою жизнь и это опасно во всех отношениях в первую очередь это очень опасно для организма никогда нельзя опускаться ниже базовой калорийности базовая калорийность это такая калорийность которую тратит организм на свою работу без учета вашей физической активности то есть это такая калорийность которая необходимо чтобы клетки которые меняются каждую секунду вашем организме растут старые отмирают новые новые строятся они то то вообще можно организм сравнить с большой стройкой то есть там идет стройка каждую минуту что-то ломается что-то строится и если вы не будете давать полезные микроэлементы витамины белки жиры и углеводы в нужном объеме а я подчеркиваю что базовый метаболизм как правило можно не заморачиваться его подсчетом это 1400 калорий в день и если вы не будете давать вот этих кирпичиков для строительства вашему организму это все кончится плачевно первое время первый месяц возможно организм будет держаться за счет своих ресурсов он будет держаться вы будете худеть и радоваться и как хорошо первое время буквально первое время потом у вас начнутся проблемы со здоровьем посыпется волосы будут зубы крошиться ногти все расслоятся то есть это неизбежно и вообще это в перспективе сыграет очень плохую роль потому что есть такого рода вредительство которое вот например если вы выпилиться они стыкали вы упали замерто в одночасье но когда вы гробите организм вот таким образом расплата она наступает не сразу а как бы оттянута во времени и возможно вы уже забыли что вы сидели там полгода на низкой калорийной диете но когда у вас вдруг какие-то заболевания костей или там у внутренних органов и вы не можете понять вы ли вы питаетесь нормально как же так а это отдаленное последствия вот этой вот низкокалорийной диете помните как нам про грипп говорят всегда врачи что когда вы гриппом переболели то через четыре месяца три-четыре месяца у вас могут посыпаться волосы то есть организм ответит это просто отдаленная реакция потому что волосы умирают сразу но выпадает он через несколько месяцев умрет он будет у вас висеть мертвый но не сразу это будет заметно во вторых это я хотела сказать что низкая калорийность она к тому же вас обид обязательно обязательно приведет к срывам обязательно потому что когда организм поставлен на грань выживания то он включает все свои механизмы все свои резервы и у нас диеты скинет все это знать я знаю это по себе все себя все себя как задорнов говорил я проверяла это тысячу раз я делала одно и то же действие в надежде каждый день каждый раз получить новый результат у меня это не вышло то есть раз за разом я садилась на низкокалорийную диету я сама в свое время сидела на 9 500 калорий чем я думал тогда я не знаю но результат был на лицо и не смогла похудеть то есть я у меня был рекорд лично мой рекорд я за месяц одного похудела на 20 килограмм клянусь чистая правда 20 килограмм за следующие две недели я набрала 22 вот как это работает я никогда больше этим пользоваться не буду поэтому калорийность не ниже 1400 вот поверьте мне если вы доверяете мне моему опыту то поверьте мне на 1400 вы прекрасно похудеете у вас не будет плато у вас не будет никаких чувства голода которая унизительно само по себе меня она всегда очень сильно унижал когда все кругом едят все довольно счастливы а я сидела с голодными глазами чувствовала себя ужасно чувствовал себя униженной и оскорбленной поэтому не ниже 1400 калорий третья ошибка которую допускают ну очень часто очень часто это это когда люди встав на какую-то систему или сев на диету спустя небольшое время не корректирует ее вот на самом деле это очень важно корректировка диеты очень важно потому что когда вы садитесь на диету проходит две недели вам организм начинает посылать сигналы всевозможные сигналы например что вот этот продукт мне не подходит или вот это время приема еды мне не подходит то есть вы видите его слышите что он начинает чего-то очень сильно просить если организм что-то начинает очень сильно просить значит ему это нужно не на шутку значит это ему нужно для внутренней стройки вы обязаны ему это дать обязанного просто обязаны услышите его это дать вот конечно мне сейчас некоторые скажут ну конечно если он торта требует или шоколада что такое шоколад вот давайте возьмем для примера шоколада шоколад это яркий пример шоколад как говорится все любят кстати кроме меня шоколад ненавижу я никогда не ем шоколадные конфеты ничего то есть я свой вес набирала не шоколадами а хлебом друзья хлебный человек шоколад чего хочет организм что он хочет шоколада вот этого аганова из магазина я не думаю что он хочет этого давайте разберем чем там может хотеть масло я не не масло а пальмового жира я не думаю что он это просит сахара я не думаю потому что если бы он просил сахаром бы его и просил бы сахарницы просто сахар ели а чего он может просить ваш организм давайте разберем он может просить какао значит вам нужны если вы посмотрите какао из чего состоит значит вы увидите что вам нужен какой-то микроэлемент который содержится в какао именно его требует ваш организм то есть какао в таких случаях проще гораздо и приятнее выпить чашку горячего какао или просто черный не сладкий или допустим сахарозаменителем во первых это очень надолго отобьет ваш аппетит это очень хорошее средство вот какао вечером выпить если у вас есть чувство голода и во вторых вы собственно дадите ему организму то что ему нужно и и я вот почему последние мои вот диеты последние мои попытки они увенчались успехом я это поняла вот я поняла вот вот этот вот пункт я поняла и приняла его к сведению и я стал давать своему организму то что он просит я стала корректировать систему я хочу сказать что вот в таких вещах но это неправильно сказать что нельзя прислушиваться к авторитетам но все-таки нужно размышлять своей головой я помню фильм был не помню название и там была такая вот очень яркая сцена американский фильм когда гипотетическая ситуация представлена как будто альберт энштейн встречается с мерилин монро и как будто бы мерилин монро его обожает им восхищается его умом и он видя вот это вот слепое как поклонение она один раз ее спрашивает скажите а вы поверите всему что я вам скажу она говорит отвечает о да 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 вы мой кумир вы гений я поверю каждому вашему слову и тогда он говорит что луна состоит из песка она кто да он у надо же да да он говорит вы мне поверили она говорит да а он отвечает но луна не состоит из песка понимаете в чем дело да вы можете прельститься каким-то известным диетологом но это не значит что он прав и вообще мне нравится очень фраза она очень хорошая фраза я советую вам ее записать прямо вот как плакатом и помнить всегда даже если заблуждающихся большинство это не делает автоматически их правыми помните про это и поэтому диету всегда надо корректировать под себя и еще я хочу сказать раз уж зашел разговор про питание про корректировки я бы на вашем месте выкидывала из любой системы путь как пункт выведения шлаков избавления от шлаков в организме никаких шлаков нет то есть организм это не заброшенная шахта где есть завалы где такие есть темные уголки зловещие где навали на какие-то шлаки которые мешают вам жизнь жить в организме клетки все особенно вот в желудке в кишечке они очень быстро обновляются если вы мне не верите то наберите в интернете как выглядит колоноскопии изнутри когда эндоскопом смотрят или посмотрите как делают зондирование горло желудка кишечника то есть посмотрите и вы увидите вас это поразит розовые розовые вот слизистую с тоненьким эпителем то есть это такая красивая розовая розовые стеночки такие там нет шлаков нет и не может быть есть камни в допустим его в почках это но это понятно или в желчном это образуется кстати в желчном от низкокалорийной диеты когда мало жира и происходит застой желчи от этого и образуются камни тут сразу наверное обрадовались какие-то диетчики но нет потому что большое количество жира также варенна для желчного и для печени поэтому во всем должна быть золотая середина четвертый пункт это тот пункт на котором срезаются очень многие люди это ошибка четвертая это когда это когда человек но я говорю как правило все таки вот о людях с большим с большим весом то есть вот там 150 килограмм 170 200 и вот допустим эти люди никогда не занимались спортом ну или там допустим последние 20 лет не занимались спортом их организм сам по себе очень сильно сильную нагрузку испытывает потому что кости таскают такое вес сухожилия мышцы все это в напряжении а сердце ослаблено легкие с трудом у них как правило дышит с трудом у таких людей как правило одышка то есть эти люди они уже сами по себе себе тренажерные тренажеры и вот такие люди под влиянием средств массовой информации и внатика с 1 января мы вступаем в новую жизнь давайте все как один запишемся в фитнес-центр покупают билеты покупают абонементы годовые фитнес-зал записываются одновременно на танцы какие-нибудь там и к тому же там на бодифлекс или там на пилатес это тоже все себя у меня был такой когда одновременно записалась на йогу на пилатес и по моему еще на что-то сейчас не помню при таком раскладе хватит вас ненадолго вы сразу сорвете подорвете весь свой организм то есть у вас будут большие проблемы сразу же то есть вас хватит на как меня хватило на несколько занятий потому что с места в карьер такие дела не делаются это вопрос серьезный а самое главное это вопрос вашей жизни это вопрос конкретно вашего здоровья и я читала статистику а статистика как говорится это такая вещь неоспоримая статкова статистика он абонементах фитнес-центра люди которые купили в начале января годовые абонементы они бросают занятия через 4 5 месяцев до феврале вот феврале месяце уже бросают 50 60 процентов тех кто купили годовой абонемент в январе в конце концов остается только 10 процентов 10 тех кто ходит на постоянной основе но это порядка 100 150 посещений в год 10 процентов поэтому фитнес вот эти центры они зарабатывают тем что продают огромное количество билетов абонементов годовых в 10 раз больше чем вместил бы зал потому что вот эта статистика она неумолима и человек который так поиздевался над собой который вот это вот как бы прошел вот этот короткий жуткий квест он потом бросает фитнес у него отвращение к нему на всю жизнь и он говорит нет 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 это не мое я попробовал это не моё выйти правильно пробовали это не так все должно быть не так я хочу сказать что я о себе хочу сказать в этом вопросе что я последний раз когда мне удалось сбросить ненавистные 94 килограмма я сделала в кои-то веке правильный выбор то есть я рассудила так я спорт не люблю заниматься им не могу ни к чему не приспособленной организм мой главное не приспособлен я решила идти маленькими шагами а все мы знаем что путь в тысячу шагов начинается с самого первого шага я сделала этот первый шаг и честно говоря я дальше как-то особо не продвинулась потому что дальше вступил в силу закон паре там 20 процентов усилий дают 80 процентов результата и мне так понравился результат что я дальше заморачиваться не стала что сделала я я стала заниматься ходьбой я следующее видео сниму о том как я занимаюсь ходьбой по квартире от люди спрашивали очень хорошо отличный результат дает раз прекрасный то есть когда лето и тепло хорошо и на улице тренируюсь а когда наступает пасмурные дни мороз всякая гадость на улице дожди я перехожу на квартирный тренер то есть один час ходьбы по квартире это моя ежедневная нагрузка 10 наклонов всего 10 у меня ничего не болит впервые в жизни я растянула подколенные сухожилия без всякой боли 10 наклонов после ходьбы все я спокойно ладонями совершенно спокойно достаю еще с резервом до пола безо всяких проблем 10 10 отжимания от стену 1 растяжка в дверном проеме то есть когда я мимо двери прохожу я вот так вот локтями опираюсь на косяк и вот так вперед прогибаюсь такая растягивается вот эти вот мышцы грудной клетки делаю так один раз а утром у меня утренний ритуал пока я лежу в постели и еще не встала не встала пока из постели что делаю я я делаю велосипед сто раз лежа я где-то прочитала и в это поверила а что это поможет организму даст сигнал что человек начал ходить что ему нужно нужно из центра подать в коленные суставы смазку я не знаю правда или нет но это идея мне так понравилось и я стала это делать я это делаю каждый день 100 велосипедов а потом я начинаю поднимаю как собака руки-ноги и начинаю вот так ими трясти то есть такая трясучка у меня тут трясучка такая я думаю что я считаю что это но я читал конечно об этом что это клапаны и венозные открывает что это против тромбов такая вот мини зарядка против тромбов я это делаю то есть вот вся моя нагрузка я чувствую себя прекрасно то есть настолько лучше чем было на старте то есть я не могу это как бы сопоставить просто то есть я начала ну то есть вот еще 13 лет назад когда я была кстати моложе я намного хуже себя чувствовал и выглядела намного хуже вот поэтому я считаю что мне сейчас этого достаточно а зачем мне но зачем мне еще что-то вот я не понимаю у меня как бы все это охвачено наклона мне очень помогает очень удобно стало мне наклоняться там и шнурки там завязывать это действительно удобно в быту а для чего мне например шпагат я пока не понимаю то есть я может быть позанималась бы растяжками такими но просто не понимаю вот вкратце не знаю насколько у меня кратце эти получаются но я буду стараться я ваши пожелания прочитала я буду стараться делать видео короче короче и короче но в разумных пределах поэтому эти четыре ошибки которые я сама допускала и которые вы допускаете они возможно допускаете может вы и нет может вы не я эти правила то есть избег избежать этих ошибок поможет вам быстрее и легче похудеть до свидания до новых встреч